Привет! Меня зовут Маша, я актриса, и в этом ролике я расскажу тебе, как начать сниматься в кино, даже если у тебя нет актерского образования, опыта и каких-то связей. Первое, что нам с тобой понадобится, это отснять актерское портфолио. Первый вариант, и тот, который я вам рекомендую, это обратиться к профессиональному фотографу, который специализируется именно на актерском портфолио. Найти такого можно в инстаграме. Стоимость съемки актерского портфолио в среднем от 8-10 тысяч. Второй вариант, это найти TFP-фотографа или же друга с зеркалкой, найти однотонный фон и попросить вас пофотографировать. Третий вариант, это также попросить друга, но без зеркалки, а уже воспользовавшись вашим смартфоном. Какие фотографии нам нужны? Это хэдшоты или, по-русски говоря, портреты. Вы должны быть одеты в абсолютно обычную одежду повседневную, которая вам подходит без принтов, без лейблов, ну что-то типа того. На базовых фотографиях девушкам лучше быть или вообще без макияжа, или же с каким-то совсем нюдовым. Как позировать на базовых актерских фотографиях? Да, достаточно просто. Вам нужно быть собой и показать какую-то свою внутреннюю харизму. Но при этом не нужно разводить эмоциональную карту типа... Вы поняли. Все нужно передавать глазами. Если вы смотрели топ-модель по-американски, то Тайра Бэнкс учила нас улыбаться глазами. Это вам и нужно. То есть на фотографиях у вас должно быть разное выражение глаз. Это самое главное. Нужно иметь фотографию с улыбкой зубами. Без зубов. С фотографией с серьезным выражением лица. Фотографии в профиль. Сейчас я выведу на экран мое рабочее актерское портфолио. Вот такие вот у меня фотографии. Как правило, на кастинге я высылаю максимум штук 5-6. Остальные уже по требованию. Также в базовом наборе фотографий у вас должно быть фото в полный рост. Одежда должна подчеркивать вашу фигуру, быть облегающей. Также девушкам хорошо бы иметь фотографии в купальнике или в черном нижнем белье. В модельном мире это называется снэпы. Но могу сказать по опыту, что такие фотографии иногда просят. Еще очень важно, что фотографии в актерском портфолио должны быть обязательно цветными. Как только вы отсняли базовое актерское портфолио, вот тут уже можно пуститься во все тяжкие. Что это значит? Также наснимать портретов, но в разных образах. Например, вы такая вот пацанка, хей-йоу, там в капюшоне, в худе, графиня-царица. У мужчин та же самая история. Скромный, брутальный, сексуальный, на спорте. Второй неотъемлемый актерский элемент это видеовизитка. Что это такое? Это короткий ролик длительностью максимум до двух минут, но лучше, чтобы он длился минуту, а то и меньше. Я расскажу сейчас про базовую визитку, которая у вас по-любому должна быть. Итак, вы здоровайтесь, говорите привет или здравствуйте, меня зовут Мария Лобанова. Насчет возраста, смотрите, тут такая история. Можно говорить, можно не говорить. В своих визитках я не говорю возраст, потому что я выгляжу младше реального возраста. Также, например, если вы понимаете, что у вас через месяц день рождения, то не имеет смысла записывать визитку, где вам 25 лет, потому что потом вам уже скоро 26, и визитка уже будет неактуальна. Дальше вы говорите, где вы учились, или же это оконченный театральный институт. Вы говорите обязательно, кто у вас мастер и в каком году вы его окончили. Если же у вас нет актерского образования, вы рассказываете про какие-то актерские курсы. Далее мы переходим к вашей фильмографии. Вы рассказываете про три наиболее крупных и важных для вас проектов, которых вы снимали. То есть, если у вас за плечами 15 короткометражек, не нужно перечислять их все. В завершении вы говорите о своих спецнавыках. Например, вы профессионально танцуете, профессионально поете, играете на гитаре. Я бы не рекомендовала говорить какие-то базовые навыки, которые есть у всех, типа катаясь на коньках, на лыжах. Если же ситуация такова, что у вас нет образования, и вообще нет никаких работ в кино, то, как вариант, вы можете перечислить ваши работы в театре. Если вы даже играли в каком-то маленьком, некоммерческом, любительском театре, вполне можно назвать спектакль и роль. Если же нет совсем ничего, вот тут можно рассказать какую-то совсем коротенькую историю из жизни, которая будет интересна и даст от вас какую-то эмоцию. Или же вы можете рассказать про ваших любимых режиссерах, ваши любимые фильмы, какую роль вы хотели бы сыграть. Можно снять самостоятельно. Вот если фотографии лучше иметь, конечно же, профессиональные, то визитку совершенно не обязательно. Моя рабочая визитка, с которой я получала роли и в сериалах, и в рекламе, была снята на кухне, на телефон, на фронтальную камеру. Здравствуйте! Меня зовут Мария Лобанова, я актриса кино и профессиональная танцовщица, кандидат в мастера спорта по бальным танцам. Я училась в ГИТИСе, в мастерской Алексея Витальевича Курганова, и недавно прошла повышение квалификации в русско-актерской студии при театре Армена Джигарханяна. Среди моих работ главная роль в сериале «Старец», эпизоды в сериалах «Парки Чайир. Красная зона», несколько главных ролей в короткометражных фильмах, а также я недавно снялась в ролике Департамента здравоохранения Москвы. Может быть, вы меня видели. Спасибо! Единственное, что из дополнительного оборудования, у меня есть кольцевая лампа и есть отличный микрофон. Я вам очень рекомендую их приобрести, они стоят недорого, но гораздо улучшают качество и вашей визитки, и качество ваших проб. Для того, чтобы снять визитку самостоятельно, нам понадобится однотонный фон, также свет. Если у вас нет никакой лампы, то дневной свет – замечательная рабочая тема. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал и на мою инсту тоже. В следующем ролике я расскажу, где брать кастинги. Всем пока!